За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 115 происшествий, из них 16 преступлений, 12 из которых раскрыто. Всего выявлено 246 административных правонарушений. Привлечен к ответственности 61 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 1 единица оружия и 267 боеприпасов. 15 июля 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на озере Банное в Наринмаре утонул гражданин 1966 года рождения. 17 июля текущего года в поселке Харута утонул гражданин 1987 года рождения. В настоящее время проводится проверка. В летний период сотрудники полиции обращают внимание жителей и гостей округа о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. В целях проведения безопасного отдыха необходимо соблюдать общепринятые правила. Не употреблять спиртные напитки при купании. Не оставлять детей без присмотра. Купаться только в разрешенных местах. Большое беспокойство окружных полицейских и граждан вызывают мотоциклисты-лихачи. Любители громкой и быстрой езды отдают предпочтение спортивным мотоциклам. А ездить на них любят ночью, когда на дорогах практически нет движения. Шумом своих железных коней они нарушают тишину и покой граждан. Потому что машин мало, трафик, то есть, менее загружен. И в основном все. Больше всего байкеры любят гонять по прямым участкам дорог города Наринмара. В законе Ненецкого автономного округа по административным правонарушениям предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Промежуток времени с 22 часов до 6 утра. Санкция предусматривает штраф предупредения или штраф в размере от 500 до 1000 рублей для граждан. И для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей в случае нарушения тишины и покоя граждан. За прошедшую неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. С целью предупреждения ДТП сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипед-мотоциклист». В ходе проведения мероприятия выявлено 5 административных правонарушений. Это управление транспортным средством незарегистрированным в установленном порядке. Также управление без права на управление данной категории транспортного средства. В данном случае категория «А» отсутствовала. Проверено более 30 граждан, управляющих велосипедами и мотоциклами, на наличие экипировки. Проведено 50 профилактических бесед, направленных на соблюдение правил поведения на дороге. Кроме того, полицейские вручили гражданам памятки с информацией о сохранности имущества и разъяснили ответственность за кражу велосипедов. Как правило, в летний период возрастает число краж велосипедов и средств водного транспорта. Полиция предупреждает граждан о возможных хищениях лодок и лодочных моторов, оставленных гражданами без присмотра, и обращает внимание на то, что в интересах каждого гражданина должна быть обязанность по обеспечению сохранности своего имущества. Лодки и лодочные моторы, а также документы необходимо хранить в недоступных местах, в специально оборудованных гаражах либо лодочных кооперативах. С начала летнего сезона на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова